Леонид Гозман, российский оппозиционный политик с нами на связи. Леонид Яковлевич, мы вас рады видеть. Добрый вечер, доброй ночи уже практически. Хотела сказать добрый день, но все же понимаю, что уже время позже. Приветствуем. Но все-таки вы и тему нашу знаете, то, что мы сегодня обсуждаем эти аспекты, когда одним можно все, другим нет в России. Но все же, видите ли вы действительно огромную пропасть между тем, что все-таки есть те, кому дозволено определенные вещи совершать в Российской Федерации, и это не Путин, я имею в виду, потому что Путин понимает, что он может отделать все и так далее. Но есть те, кто имеет все-таки полную свободу действия. Это там частично приближенные к Путину, Патрушевы, Ковальчуки и так далее. Либо же все-таки, ну на самом деле, Российская Федерация это один человек, которому все дозволено, это Путин, как я уже вспоминала выше. Ну, вы знаете, нельзя построить систему так, чтобы было дозволено только одному. Так не получается ни у Ивана Грозного, не получалось ни у кого. Вы всегда должны делегировать какие-то полномочия и какие-то свободы, какие-то возможности. Ну, например, ты можешь казнить и миловать своих крепостных, например. Это как бы твое дело. Я, конечно, как царь могу вмешаться, если мне что-то не понравится. Но обычно я не вмешиваюсь, а ты делаешь то, что хочешь. У вас называется, кому на Руси закон не писан, а он никому не писан. Вообще никому. На Руси нет закона. Понимаете? В том-то и дело, что вот чем тирания отличаются от диктатуры, от абсолютизма. Диктатор, он исполняет, ну такой традиционный диктатор, он исполняет те законы, или там монарх, исполняет те самые законы, которые он же и принял. Тиран не исполняет никаких законов. Тиран делает вообще все, что ему придет, вот чего левая нога захочет, то он и делает. У нас, конечно, тирания в этом смысле. Но, разумеется, каждому губернатору тоже что-то позволено. Больше всего позволено Кадырову. Почему? Потому что Кадыров выиграл Чеченскую войну против России. Он ее выиграл, Путин ее проиграл. Хоть многие люди думают иначе. Путин платит ему дань. Ну и так далее. Разумеется, возможности Кадырова связаны не только с тем, что он когда-то выиграл войну. Это, в общем, конечно, его бы давно уже прихлопнули, если бы это было осмысленно и возможно. А возможности Кадырова связаны с тем, что он нужен Путину, по-видимому, для, во-первых, каких-то грязных дел. У меня нет доказательств того, что по его приказу был убит Немцов. Но, в общем, многие так считают, на самом деле. Путин, видимо, до недавнего времени думал, что Кадыровские войска можно использовать в качестве ударной силы против вас. По всей вероятности, это не так. Ну, конечно, вам виднее, вы наверняка это знаете лучше. Но у меня такое ощущение, что они не были слишком эффективны на фронте. Они хороши в грабежах и в насилиях. И они хорошо защищали свою родину. Это правда. Свою родину они защищали хорошо. А в чужой земле они, в общем, как-то воевать особенно не хотят. Но, тем не менее, каких-то грязных дел их можно использовать. Но самое главное, я думаю, Путин очень боится, что Кадыров вернет хвостом и объявит о независимости Чечни. А может, даже не только Чечни, а всего государства Шамиля. То есть, еще и другие территории ведет за собой. Он, в принципе, может это сделать. Эта ситуация, конечно, она для Кремля предельно неприятна. И потому, что действительно какие-то там патриоты могут говорить, что как же отдали русского парня чеченцам. По многим, на самом деле, причинам. Но у Кадырова задача ведь какая? Кадырова задача укреплять свою власть. Я уверен, что какой-то части населения Чечни, не потому что они чеченцы, такие люди есть в любой стране, и у нас, и у вас, и где угодно. Но какой-то части населения Чечни, вот этот поступок Адама Кадырова и позиция Рамзанова в этой ситуации, она близка. Им это нравится. Им это приятно. Понимаете? Они это готовы поддерживать. А это повышает для кого-то, видимо, для тех, на кого он опирается, а он Чечни очень хорошо чувствует, он бы не сидел, чтобы раньше зарезали. Для кого-то это укрепляет в чьих-то глазах, тех, на кого он опирается, это укрепляет авторитет Кадырова, его семьи и так далее. Кроме того, не исключено, что Рамзан Ахматович думает о передаче власти. Возможно, он думает об этом. Не исключено, что он выбрал Адама, своего сына Адама, для того, чтобы именно ему передавать власть. Адам не старший сын, но хочу напомнить, что Рамзан тоже не был старшим сыном Ахмат Хаджи. Его отца, основатель династии, он не был старшим сыном. Но вот Ахмат Хаджи выбрал его. Не исключено, что Рамзан выбрал Адама. Для этого ему надо еще, конечно, лет 15 присоединить на троне, но, наверное, надеяться на Милосталаха. Но Адама надо тогда светить, светить публично. Прошлая засветка Адама Кадырова была, когда такая общечеченская, очень неудачная. Адам участвовал в боксерском состязании, ему присудили победу, хотя все абсолютно понимали, что он проиграл, проиграл с треском. Вот, что это присуждение несправедливо. Все это понимали. Надо было его показать таким крутым мужчиной, и вот они это и показали. Скажите, по вашему мнению, Леонид Яковлевич, а для чего это была такая, знаете, ну, не то чтобы там, ну, публичная встреча, да, для того, чтобы показать там Путина, Рамзана Кадырова, они там обсуждают какие-то вещи, хотя, ну, мы не знаем, что было за закрытыми дверями, да, но в целом, если брать публичные какие-то сообщения, то мечеть, говорили о состоянии дела и так далее, ну, вообще ни о чем, да, но показательное выступление состоялось. И, по вашему мнению, если мы говорим о преемнике, то что, эта встреча как-то не развеяла сомнения по поводу физического состояния самого нынешнего, так называемого, лидера Чеченской республики? Нет, ну, если, я думаю, во-первых, эта встреча была нужна по двум причинам. Во-первых, надо было показать, что Рамзан в форме, и что Рамзан не липовые ролики выкладывает с собой, а настоящие там, и так далее. Это надо было продемонстрировать, это продемонстрировать. Рамзан, по всей вероятности, был очень болен, по всей вероятности, потому что, когда показывал такого совершенно опухшего, раздувшегося такого, и практически он не мог говорить, он не мог открыть глаза, у него же глаза были практически закрыты, что-то с ним было, что, я не знаю, я не врач, я не могу оценивать, но очевидно, что сейчас из этого кризиса он вышел. Но даже если он в очень хорошем состоянии, в блестящей физической форме, он все равно, как любой монарх, он думает о передаче власти. Это совершенно естественно, абсолютно естественная мысль, и готовить к этому надо людей заранее. Как покойный Башар Асад, например, готовил, начал готовить своего сына нынешнего, господи, как же его звать-то, вот, вылетело, ну, к нынешнему диктатору от Чечни, а это, господи, Сирии. Значит, они все об этом думают, и Рамзан тоже об этом думает. Кроме того, я думаю, что встреча прошла по просьбе Рамзана. Он просил подтвердить поддержку, чтобы никто не думал, что инцидент с его сыном может изменить позицию Кремля. Чтобы никто не думал, чтобы все это понимали. Я полагаю, что за закрытыми дерьми Владимир Владимирович Рамзан Ахматовичу сказал, значит, знаешь, Рамзан, ты все-таки как-то берега-то не путай, да, и не ставь меня в идиотское положение, потому что вот эти свои ролики с сыном, да, ты меня поставил в сложное положение. А Рамзан Ахматович ему сказал, Владимир Владимирович понял, виноват, больше никогда, и так далее. Ну, потому что Кремлю это действительно совершенно не надо, вот то, что сейчас произошло. Ну да, ну, возможно, сказал, с сыном поговорю, беседу воспитательную проведу, больше не повторится. Принято, спасибо, до встречи. Мы можем так как бы, ну, утрировать, я понимаю, такое тоже могло быть, правильно? Понимаете, в чем дело? Вряд ли Рамзан мог сказать насчет воспитательной беседы с сыном, потому что Владимир Владимирович тоже не совсем дурак, и понимает, что это не могло произойти без санкции руководства Чечни, потому что этот Никита Журавель, Никита Журавля, этот самый Адам, поймал не на улице где-нибудь в кафе, а пришел к нему в камеру, да, то есть его туда пустили, туда же зашел оператор с камерой, там, и так далее. Так что, знаете, воспитательную беседу надо с самим собой проводить. Но я полагаю, что он как-то объяснил, зачем он это сделал, и извинился, что, да, вот, виноват, не подумал, больше не будем. Олег Яковлевич, вы сказали о том, что, ну, Кадыров, как монарх, да, думает о том, кто же будет преемником. А Путин не думает вот об этом же, да, вот что сейчас? С возможными сценариями смены, или пока вообще мы об этом не говорим? Ну, то бишь, понимая, что если Путин рассчитывает воевать в долгу и переводит всех на военные рельсы, не только экономику, а в целом, ну, абсолютно, как бы, саму сущность государства, ну, по крайней мере, пытается сейчас это сделать, да, всеобщую всероссийскую войну организовать, мы понимаем, что не совсем, наверное, получается, но все же. Есть ли вот по этому поводу какие-то размышления, а кто вместо, а, возможно, каковы сценарии, транзит, преемник или табакерка? Ну, табакерки можно только мечтать, естественно, да, это было бы лучшим вариантом для всего мира. Леонид Игоревич, как вариант? Как вариант. Это был лучший вариант для всего человечества сейчас. Но я думаю вот как. Я думаю, что Владимир Владимирович пока в силе, он, конечно, никому власть отдавать не будет. Он сейчас настолько неадекватен, что, может быть, он считает, что он будет жить там вечно или еще 40 лет и так далее. Вот это не исключено, потому что, понимаете, его высказывание, его поведение в последнее время говорит о полной неадекватности, просто полной неадекватности, да. Поэтому, может, он и свою смертность не очень осознает. Вот. Но если он думает об этом как-то в конструктиве, кого поставить и так далее, то мы, конечно, этого не узнаем, о ком он думает. Я думаю, что это вообще никто не знает. Он это только сам с собой говорит. Но я полагаю, что он думает о каких-то своих, ну, о своих близких, ну, близких ему людях, я имею в виду не своей семьи, а своего окружения из следующего поколения, из каких-то вот относительно молодых губернаторов, то есть таких как вот там 50-летних, 40-50-летних людей, там из ФСО, из ФСБ и так далее. Я думаю, что он думает так. А насчет того, что вообще, вот насчет военных рельсов и так далее, я хочу обратить ваше внимание на то, что сегодня в России новый праздник, день воссоединения вот этих территорий, четырех областей ваших, которые он захватить никак не может и, надеюсь, не сможет никогда. Вот день воссоединения этих областей с Россией. И он объявил государственный праздник, выходной день, и вчера на Красной площади было празднование, какие-то там люди пришли за 600 рублей праздновать и так далее. Вот я думаю, что это все безумие вот с чем связано. Он дает сигнал своим элитам, что, ребята, не надейтесь, что может кончиться миром. Ведь он сжигает мосты. Он сам себе поставил сзади заградотряд. Понимаете, сначала он вел эти территории в Конституцию Российской Федерации, ваши четыре области он вел, что это часть Российской Федерации, да, он переписал Конституцию по этому делу. Теперь он учредил праздник по этому поводу, с выходным днем и так далее. Он не сможет отступить. Он это делает, как вот этот мифологический русский князь, который приказал сжечь мосты, да, вот он сжигает мосты. Ему некуда отступать. Но это сигнал элитам его, что и вы тоже погибнете вместе со мной. Либо мы выиграем, либо мы все погибнем, и никто не уйдет живым. Вы знаете, в одной книжке я читал про Гитлера, что он в последние там месяцы, ну, особенно даже недели, в последние недели своего правления, он стал ненавидеть Германию и немецкий народ. Он говорил, что немецкий народ не заслуживает такого вождя, как он. Немецкий народ не заслуживает той миссии, которая была на него возложена и так далее. И поэтому немецкий народ должен погибнуть. В последний, значит, период правления он ненавидел Германию и хотел ее уничтожения. Мне кажется, что Путин начал ненавидеть Россию. И я думаю, что если его не остановить, то он действительно уничтожит и весь мир, и Россию тоже. Леонид Яковлевич, огромное благодарность вам за участие в нашем эфире. И действительно, мы говорили об этом фейковом, квази-таком празднике, о котором вы тоже вспомнили. Мы целую тему сегодня обсуждали, что же это такое. Я напомню нашим зрителям, что сейчас с нами на связи был Леонид Гозман, российский оппозиционный политик.